Всем привет, с вами Джамбо Макс и у меня появилась PS4 Slim. Не переживайте, я все еще верен Xbox One и брать PS4 я не собираюсь, так как покупать целую консоль ради 5 эксклюзивных игр, которые мне нравятся, это слишком неразумно. Эту консоль мне дал поиграть мой друг Илюха по кличке Юрист, вы уже встречали его на моих стримах. Сейчас он в армии, а его консоль у меня. Кстати, огромное ему спасибо за это и, братан, возвращайся поскорей. Если вы его помните, то напишите ему в личное сообщение Юрист Вернись, думаю ему будет очень приятно. Его ник у вас на экране. Кстати, с этого аккаунта я и буду играть. В данном видосе я расскажу свое мнение о консоли, расскажу о своих впечатлениях, найденных плюсах и минусах и прямых сравнениях с Xbox One. До этого я играл в Sony PS4 немного, поэтому мнение было поверхностное. Но теперь же будет все по факту. Поехали! PS4 это главный конкурент консоли Xbox One, который славится качественными эксклюзивными проектами. После двух недель использования могу лишь подтвердить свои слова, что Xbox One и PS4 это две одинаковые консоли со своими плюсами и минусами. Каких-либо отличий в производительности или в графике я не увидел и не увижу, ибо их мощность почти одинакова. Что мне очень бросилось в глаза, а точнее в ощущение, так это геймпад. После 8 лет игры на геймпаде от Xbox, расположение стика дает о себе знать и палец иногда теряется, а также очень скользит по стику. Недаром мой друг купил себе накладки. Ко всему можно привыкнуть, но стики, кнопки шеры, опшн, а также курки тут реально хуже, чем на Хуане. То есть играя в онлайн шутеры, у вас минимальное сцепление со стиками и палец у вас просто соскальзывает из-за выпуклой формы. Единственный плюс в стиках это то, что они походу не стираются, в отличие от Хуановских. Если же на Xbox One стики вдавлены с ребрами, то на PS4 они выпуклые, что делает его чуть неудобнее. Курки же мне не понравились из-за их длины и из-за отсутствия отдачи, все же на Хуановском это прикольная фишка. А вот эти кнопки мне не понравились за счет их невыпуклости и тугости, лично мне капец как неудобно нажимать. Такое ощущение, что их воткнули сюда просто потому что так надо. При этих минусах есть и плюсы, что классно в геймпаде от Sony, так это гироскоп, светящаяся панель и динамик. Хоть эти прибамбасы используются далеко не во всех играх, но фишки с ними все же прикольные. Наклони, потряси, послушай и так далее. К примеру в NFM, чтобы нарисовать граффити, вам нужно будет перевернуть геймпад, потрясти, с динамика при этом будет прям реальный звук тряски баллончика и водить по воздуху геймпад. То есть от таких фишек погружение в игру идет намного больше и интереснее. Консоль легкая, греется вполне нормально, чуть горячее чем обычный Хуан и не шумит как самолет. Но опять же, работает чуть громче Хуана, хотя Хуан иногда так гудит, что любая плойка может испугаться. Аккумулятор геймпада действительно слабоват и садится он приблизительно через 24 часа активной игры. Приходится после игры его класть на подзарядку. В ходе использования сделал вывод, что все, что некоторые пишут в интернете с целью обгадить консоль, это в большей степени неправда и тупо хейт. Дашборд вполне себе приятный и простой, но нужна привычка. Я лично сначала растерялся и не знал, что к чему. Работу PSN я к сожалению не подниму в этом видео, ибо мне тупо лень тратить деньги на PlayStation Plus, ибо в онлайн я и на Хуане поиграю. Но могу сказать, что магазин также долговато подгружает и не очень он удобный, а в особенности поиск. Что касаемо работы дашборта, то да, плойка во много раз шустрее. Единственный классный плюс приставки Sony я увидел лишь в стриминге на YouTube, Facebook, Twitch и так далее. То есть, чтобы стримить на видеохостинг, вам достаточно включить стрим и выбрать детище от Google или что-то там еще. В этом плане Xbox One ограничивается лишь твичом и миксером. Немного об играх. Я пробовал все по чуть-чуть, Heavy Rain, Infamous, Uncharted, Todor и так далее. Короче, почти все, кроме нового Человека-паука, Детройда и последнего Бога Войны. И хочу сказать, что на мой взгляд некоторые игры и вправду не такие крутые и подойдут не всем, но абсолютно все качественно сделаны. То есть, их проработка, визуализация, все на высшем уровне. И самое главное, за все время игры ни одна игра не фрезанулась и не вылетела. Качество на оптимизации игр просто вышка. Недаром они носят звание эксклюзив. Если сравнивать с Хуаном, то там халтура полная. Я сейчас не про смысл игр, а про их оптимизацию. Взгляните на работоспособность State of Decay и Pup. Такого позора на плоте вряд ли будет. Ибо, как мне кажется, отдел контроля качества у них реально очень круто относится к своей работе. То есть, они не выпустят недоделанную до идеала игру. Более подробно об эксклюзивах я расскажу в следующих видосах, поэтому ставь лайк, если ждешь. Еще очень радуюсь, что абсолютно все игры имеют полный перевод на русский язык, в отличие от игр от Xbox One. Да, я понимаю, что многие любят оригинальный перевод, но я как человек, нехорошо знающий английский, хочу слышать родной язык и не отвлекаться на субтитры. В этом Sony красавцы. И давайте подведем итог. Все, что я говорил ранее в своих видео, я еще раз повторю. PlayStation 4 и Xbox One это две одинаковые консоли со своими минусами и плюсами. Назвать какую-то консоль хуже другой тупо нельзя, ибо у них почти все одинаково и это дело лишь вкуса. Если хочешь покупать дешевые игры и играть в онлайн в такие игры, как Gears of War, Forza, то это Xbox. Если же тебе нравятся больше одиночные игры по типу Uncharted, то это 100% PlayStation 4. Лично я все равно останусь верен к консоли Xbox One по причине того, что для меня он выгоден и более удобен в использовании. Но я также не против PlayStation 4 и на ней бы я играл только в эксклюзивные проекты, что в принципе и буду делать. Кстати, обязательно приходите на мой стрим по игре Spider-Man 7 сентября, будем вместе проходить ее от и до на моем YouTube канале. Поэтому обязательно нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. И да, все же в идеале иметь две платформы, на PlayStation 4 играть в эксклюзивные проекты, а в Xbox One играть в онлайн игры. Вот такие дела. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео, и пиши свое мнение насчет PlayStation 4. Спасибо за просмотр, до новых встреч.